Ваше имя Мне казалось, что после мхатовского спектакля, романа-спектакля, который сделал Владимир Иванович Немирович Данченко на сцене «Мхата» в воскресенье, я уже никогда не смогу смотреть «Воскресенье» ни на сцене, ни в кино. Но когда вышел фильм двухсерийный Михаила Швейца «Воскресенье», то не только я один, а многие были ошеломлены талантом молодой актрисы Тамарой Семиной, которая играла Катюшу Масло. Поражаешься тонким, почти незаметным внутренним переходом из одного состояния в другое. Ой, когда Катюшу Маслову играла, денег не хватало, чтобы поправиться. И мне самой, а для роли надо держать эти килограммы. А на что? Есть-то, есть-то не на что. А платят вот столечко, вот, потому что студентка Северидов ко мне подходит, говорит мне, деточка, спасибо большое, я с вас списал музыку. Образ очень сложный. Ее первое появление в зале суда, когда оператор показывает Катюшу, такой, какой она была когда-то, Катюши девочкой, когда она встретилась с Нехлюдовым и полюбила его. С приездом вас, Дмитрий Иванович. Здравствуй. Здравствуйте. Живы, здоровы. Слава Богу. Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло. Розовое. У них свое. Поблагодарите тетушку. Как я рад, что приехал. Увидев Катюшу, Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Он чувствовал, что влюблен. Нехлюдов сидит напротив нее, в среде присяжных. И она не может поверить, что это он. И у нее в сознании какое-то помутнение. И что-то жесткое, злобное промелькнуло в ее лице на одну секунду. Матвеев, играющий князь Нехлюдова, не очень подходящий был для этой роли. Красивый, но этого мало. В нем не было того аристократизма, о котором много написал Лев Николаевич Толстой. Масальский, играющий председатель суда, кстати сказать, неудачная работа. В Амхате эту роль висящий играл Борис Яковлевич Петкер. Но о том, что дали порошки в вине, признаете себя виновным? Масальский все время смотрит на часы и обыгрывает на ремарку Толстого о том, что председатель суда торопится на свидание какой-то гувернантки. Он как бы вне того, что происходит. И все его удивления, они неестественны. Когда он удивлен, что присяжные признали ее виновной. Было очевидно, что Катюша Маслова не виновата. А был ли у подсудимой разговор с Картинкиным и о чем? Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делаете, не виновата я и все. Я больше ничего не имею. Вы не имеете еще ничего сказать. Я все сказала. и она опускает голову. Это очень сильная сцена. И не менее сильная, когда она приходит в камеру тюрьмы. Вот не думала, не гадала. Другие что делают? Ничего. А я ни за что страдать должна. Не тужи, девка. И в Сибири люди живут. А ты и там не пропадешь. Столько бы не похудеть. А все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни. И замечательная сцена в конце второй серии, когда она благодарит Нехлюдова за все то, что он для нее сделал. Как будто она очистилась от ужаса пребывания в публичном доме с восьми вечера до четырех утра. Вы и так для меня столько сделали. Если бы не вы... Меня-то уж вам благодарить нельзя. Что считаться? Наши счеты Бог сведет. Какая вы хорошая женщина. Я-то хорошая. Простите. Прощайте. Здесь она другая. Она с политическими, она столкнулась с другим миром, с другими людьми. И она довольна, что какое-то воскресение душевное произошло в ней. Это была блестящая работа. Блестящая. Совершенно случайно меня увидела Софья Абрамовна Мелькина, второй режиссер, жена швейцера Михаила Абрамовича. Она меня увидела в роли свахи в Афгике. Меня загримировали, посадили на диванчик и говорят, ты тут меня подожди, потом я за тобой приду, Софья Абрамовна. Вот, пойдем в фотоцех фотокарточки делать. Я говорю, ладно, ладно, ладно. А тут сидит восемь актрис, восемь Катюш Масловых. Я на них смотрю, ой, кто-то из них такая счастливая, будет играть. А мне это абсолютно. То есть я никакого отношения к этому не имею. Тамара Стёмина получила приз в Лакарно на фестивале, ездила в Аргентину на фестиваль Мардель Плато, фильм имел в Москве, в Питере, во всех городах Советского Союза. Невероятный успех. О, стерва, дьявол! Глаза-то какие, а! СМЕХ Её жизнь, казалось бы, не предопределяла, что она станет актрисой. Она родилась в Курской области, в городе Льгове, в очень простой семье. Отец её был командир танкового взвода. Когда началась война, Тамаре Сёминой было три годика. Это просто страдания и мучения моей молодой мамы, которой было 20 лет. 20 лет. Его погодки. Я годом моложе Валера, мой брат. Отец ушёл на фронт и погиб. Её настоящая фамилия была не Сёмина, потому что фамилия отца была другая. Она была Тамарой Бахоновой. А когда началась война, мать взяла детей и уехала к дедушке и бабушке в Брянск. нет, пока ничего нет. Что-то случилось с ним. Что-то случилось. Может быть, на почте затерялась. Где-то задержалась. Не задержалась. Не будет. Что-то случилось. Анфиса. Анфиса. А Кириан был хороший человек, да? Хороший? Да. Был. Анфиса, что ты? Что ты, Анфиса? Ты что, его хоронишь? Я же не хотела. Анфиса, ты не хотела, я Анфиса. Ты что, его хоронишь? А потом, уже после войны, мать встретилась с очень хорошим человеком, Петром Васильевичем Сёминым. И Тамара Петровна к нему относилась очень нежно, с большой благодарностью. И она взяла его фамилию. А поможешь в голландочке? Ах, найти мне валютку, девчонку. Ой, как хорошо у вас. Вы, ради Бога, извините, что так всё. Ну, мама. Ты что, вы? Ну, понимай. Мя! Семья там у тебя, на съёмочной площадке. Наша огромная семья кинематографическая, наша огромная семья театральная, театральные коллективы, съёмочные площадки. Каждая картина это отдельный такой островок, где собираются очень разные люди. И как-то у меня так сложилось по жизни, вот полно картин, разные коллективы, и всегда очень хороший народ собирался, очень хороший. Потом они переехали в Калугу, потому что там жила мать Петра Васильевича, Сёмина. Там она поступила в школу, кончила восемь классов, поступила в школу рабочую рабочую молодёжь, номер два. И там ей преподавал литературу в Калуге Булата Куджава. Он очень нежно относился к человеку и в эти головы вкладывал, говорю, знаете, ребят, сегодня тема такая-то, такая-то. Закрывал, значит, журналы, закрывал все эти самые учебники и говорил, давайте поговорим о жизни. И разговоры шли такого порядка. Начинал о сегодняшнем дне, как он встал, что он увидел и переходил просто незаметно. Для нас мы сидели как заворожённые, переходил, как будто вот это его друзья живут на одной площадке или в одном доме или на одной улице. Лермонтов, Достоевский, Толстой, Северянин, о котором в те годы вообще нельзя было вообще даже и упоминать, да вы что? И он как-то так рассказал, как будто они в одном доме вообще живут. Близкие, родные, знакомые. По театре никогда не было разговоров. А когда она кончила, она решила поступать в Калужский педагогический институт и сдала документы. Потом быстро забрала и сказала мать, что она едет в Москву. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля сиянье голубого. Что же мне так больно и так трудно? Ждут чего? Жалею ли о чем? Она приехала в Москву, Москву она не знала, села в троллейбус и заснула от усталости. И доехала в троллейбусе до самого конца. Последняя остановка троллейбуса в ПДНХ. А рядом находился институт кинематографии. И она пришла туда. Сказала, что она хочет сдавать экзамены. Но экзамены уже кончились. И декан, который встретился ей в коридоре, посмотрев на эту явно незаурядную, странную немножко с красивыми глазами, прелестную, неожиданную, экстравагантную девочку. А он сказал, ну ладно, пойдем, пока все еще не разошлись. И она предстала перед приемной комиссией. «Радостный встречи час, ведь я хочу для вас, пусть нам расскажет песня моя, скажет о том, как счастлива я». Сначала она решила петь. вызвали аккомбаниатора, пришел аккомбаниатор, сел, а смотрит на нее, она не поет. Второй смотрит на нее, она опять не поет. Наконец она ему сказала, «Вы знаете, вы не играйте, вы мне только мешаете». Все расхохотались. Она была очень естественна и поразительно свободна. Потом сказали ей, что, ну ладно, тогда ты что-нибудь прочти. Она сказала, что? И назвали стихотворение. Наш герб. Это очень плохие стихи. Все стали смеяться. Так она как-то очень легко, свободно, разговаривая с комиссией, сдала экзамены. И оказалась на первом курсе в ГИКО у Ольги Ивановны Пыжовой. У Ольги Ивановны был совершенно другой подход к набору курса. Она курс набирала по принципу небольшой театральной труппы, на которую можно разложить ту или иную пьесу, чтобы вот в этом материале драматургическом играли все. Все на курсе. Ольга Ивановна Пыжова знаменитая когда-то актриса Московского художественного театра, потом театр революции, прославившейся у Павдазанова в фильме Беспреданница, где она снималась в роли Агудаловой. Вот хотелось бы подарить эту вещь Ларисе к свадьбе. Денег не хватает. Тетенька, я ведь тактику-то вашу помню. ведь уж человек с трех. Она была блистательным педагогом и она с большой нежностью относилась к Семиной. Семина себя почувствовала в институте как рыба в воде. Вот на курсе я шла как остро комедийная характерная актриса. Я же комедийная. На меня глядя все подыхали со смехом. На меня невозможно было на площадке смотреть. Все же говорят ой невозможно ой 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 это Сема ой это Сема ее все называли Сема потому что в ней что-то было мальчиковое. Понравился Марусики один с недавних пор на фабринные усики расчесанный пробор. Он был монтером Ваней но в духе парижан тебе присвоил звание электротехник Жанн! Сошлись и погуляли и хмурит Жанн лицо нашел он шоуляли красивше мельецо. Я хлебом не кормить да это прикидываться да и на голове постоять да и чуть-нибудь повыеживаться до неузнаваемости себя изменить. Толщинки надеть и лицо туда-сюда всякие такие роли это же это же уму непостижимо. И молодые ребята с режиссерского факультета Сахар и Шенгилая предложили сняться в эксцентричной комедии Человек за бортом А потом ей повезло она познакомилась с очень талантливым режиссером Марленом Хуциевым который снимал фильм Два Федора Партнером ее был Шукшин Василий Шукшин впервые снимался в кино роль была непростая роль о любви о любви демобилизованного солдата у которого есть мальчик которого тоже зовут Федор Оно полегче барышня Вот попадись попадись мне еще Ты что это размахала Тебя они спросили Чего устарилась А что допрещается Молодая еще так смотреть подрасти надо мало Сам вольно стар и шусы отрастил таракан И она не знала как с этим маленьким Федором найти контакт А он ревновал ее Он понимал что отец влюблен И когда она спала он взял ножницы и отрезал ей волосы И она проснулась в ужасе что она отрезал ее красивейшие волосы И она горько плакала Плакала но при этом понимала что с этим мальчиком ей надо как-то найти контакт Федор 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 ты спишь? Зачем ты так? Не спишь ты погоняешь значит меня чтобы я ушла куда я уйду если я люблю вас обоих Критика упрекала Семину что этот переход был сыгран вяло но я помню эту картину и помню что и Шукшин и она производили очень сильное впечатление а была она тогда только на втором курсе когда я услышала что меня в настоящее кино приглашают конечно радости моей не было предела я тут же готова да 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 ой что вы что вы я так боюсь Ольга Ивановна она меня просто выгоднят с курса вот поезжайте к ней у нее спрашивайте разрешение он поехал получил отказ вот Ольга Ивановна меня не отпустила и Хуцеев снимал девочку из Харькова и она снимала целый год раньше долго снимались картины она снимала снималась но Хуцеева я настолько запала в душ вот что он вернулся к весенней сессии опять к Ольге Ивановне говорит ну отпустите мне вот эту студентку я в каникулярное время сниму она не опоздает на занятия меня Федором зовут а я Наташа пойдемте потанцуем пойдемте разучился ничего научите вот так вот а на третьем курсе она снялась в фильме все начинается с дороги счастья тебе и потомство и председатель комиссии дипломной гениальная Вера Петровна Морецкая благодарила Семину за эту ослепительную работу вот Морецкая если бы этой девочке если бы можно было поставить восемь с половиной я бы ей конечно и девять поставила но так как оценка у нас отлично я ей ставлю отлично я очень была горда после окончания в ГИК это был шестьдесят первый год она поступила в театр киноактер она сыграла там Катерину в грозе и эта работа имела успех они ей говорят что она такая чудная она ни на кого не похожа я просто говорила Григорий Леонидович она не чудная она художник она в этом захолустье она необычный человек потому что она мир видит вот никому не дано а она видит его по-другому она потом ездила играть в Якутию Катерину и там получила звание заслуженной артистки Якутской АССР так сложилось что у Семиной началась великолепная жизнь киноактрисы как-то не хочется ее называть звездой она никогда не была звездой она была настоящей актрисой художником талант ее был огромен и это было неоспоримо когда она снималась в прекрасной ленте День счастья вместе с Баталовым и Зубковым Муж А я врач очень приятно очень все излучайно познакомь меня со своим каваляном Александр Николаевич это мой муж у нее была у нее была совсем непростая роль она встречалась с человеком абсолютно положительным каких не бывает на свете и увлекалась им но ее что-то тянуло к мужу и она ему очень гордилась и как это он ее не пускал работать вот вот такая моя героиня он не пускал ее работать Шурочка ты такая хрупкая ты такая нежная ты да нет нет такая нагрузка ты не выдержишь ты что-то 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 вот так что я не знаю там просто была сумасшедшая любовь и любовь как от Элла а ты во что превратилась ты теперь кто ты что думаешь я не знаю для кого все это Шура прости Шура что я хотел прости меня Шурена ну прости больно фильм был сложно построен и очень интересно сделан и она его помнит по сегодняшний день потому что его снимал замечательный кинорежиссер Йосиф Ильич Хейфиц и играя главную женскую роль она переборола все то что мешало ей и все равно оказалось в центре того сюжета который составлял этот прекрасный тонкий психологический фильм дорогой мой любовь моя единственный я завтра уеду нет нет никуда ты не уедешь Шур завтра уеду почему ну почему же объясни ну объясни ты решила порвать эту историю говори же нет 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 совсем другое я уеду я уеду и вы ничего не услышите не узнаете обо мне до тех пор пока я не стану такой какой я была какая я есть на самом деле понимаете какой я должна быть Шур она снималась очень много в конце 60-х годов в начале 70-х снималась без конца Сахаров ее снимал в чистых прудах снималась в фильме коллеги Даша Да, Александр Ильич сейчас вы можете не на работе называть меня просто Саша очень даже охотно Саша а швейцар который ну как бы был ее кинематографическим отцом он пригласил ее сниматься фильм время вперед и она сыграла неожиданную роль потому что все что она играла до этого это были роли драматические психологические мелодраматические а во время вперед играя Олю Трегубову ей надо было сыграть эксцентрику и оказалось что она замечательная характерная актриса замечательная и она играла очень остро прямо на грани и очень смешно и очень заразительно товарищ будьте сознательны ну раз дисциплинка так дисциплиночка сказано так сказано по большевистски ясно Загиров а Саенко вы хлопцы смойте себя вчерашний позор катись отсюда кедренейшей матери ну так как же хлопцы не подведете катись а вы придете катись заради бога я надеюсь на вас она признается что она очень любит играть эксцентрику и когда Самсонов в 1983 пригласил ее сниматься фильм мне одиноким представляется общежитие она должна была играть такую экстравагантную взбалмошную воспитательницу Ларису Викторовну и она пошла на это и сыграла ее очень хорошо можно один вопрос Ларисе Евгеньевне да скажите откуда берутся воспитатели в общежитиях на них где-нибудь учат нет ну что это мне научишь это призвание но таких ролей у нее было не очень много в 1978 она снялась в нашумевшем детективе трактив на Пятницкой если серого повяжут он меня выдаст но меня ведь только за скобку краденого возьмут сошлюсь мол наследственность проклята отец варьем путался а без тебя Ваня я в тюрьме и дня не проживу да не заговаривайся думаешь я не вспомню что ты у батьки махно была или запамятовала я у батьки в обозе для потихи была помнишь как нас пьяный поп венчал ты лихой был храбрый помнишь у нее вообще есть удивительное качество она ничего не боится на экране она очень внутренне легка свободна она погружается в стихию образа Дим а я твоего отца вот в такие годы как ты помню ты все больше на него становишься похож взгляд такой же она еще приславилась в знаменитом телесериале Вечный зов этот сериал Корзнопольского и Ускова который имел колоссальный успех в нем она играла Анфису женщину которая познала любовь страсти предательство это была очень сильная роль и люди смотрели эту Анфису бесконечное количество раз знаешь Анфиса ты не гляди что я не шибко видный снаружи я внутри красивший ты мне всегда глянуться будешь всю жизнь мою я тебя замуж хочу а мне почему-то парни постарше все глянуться а дружок твой Федька Савельев так пуще других только я сильнее всех боюсь его он усами пошевелит а у меня аж мороз по коже зачем он усы как настоящий мужик отрастил ты скажи страхолюдит а не его успех она в первую половину своей жизни знала сполна она получила в 78 году звание народной артистки РСРС сегодня я смотрю на экран и вижу что Тамара Семина снимается в рекламе она это делает легко а мне очень больно я уважаю ее за то что она пошла на это потому что ей нужно жить 15 лет болел ее муж Владимир Прокофьев он никогда не снимался в кино и был мастер дубляжа она вышла замуж на втором курсе я даже не знаю кто в мире кино был замужем один раз и была очень счастлива она прожила с ним всю жизнь ты свет мой я в неволе тебя верну а что мне воля без тебя ведь ты ж из-за меня ни воли не устрашился ну бить будут надругаются зато вместе смелый ты мой пусть и в темнице мы а мне не горько тереться мне придет время и будем мы вольными и счастливыми он умер несколько лет тому назад ей нужно было думать прежде всего о нем а потом уже о себе что такое смерть один мудрец сказал я не знаю что такое смерть потому что понятия не имею что за штука жизнь и вы не знаете я даже не мудрец а она все время ездила ездила на концерты приезжала уезжала у нее был такой жесткий график потом советский союз распался и она как-то наивно сказала мне вы знаете я должна была стать народной артисткой советского союза но не стала я не успела так я и не получила что мог я ей ответить я знаю что такие несправедливости бывают очень часто Лариска ты же добрая была заводная чего ты так обозлилась а ты добренькая ты добренькая тебе квартиру вместе со мной давали а ты Жуковым уступила ну и что да ты добрая ты вспомнил лучше кому мы только с тобой добра не делали безотказные всегда без сна без отдых а кто это ценит помнит добра этого никто не забывает ну и что а то им все мало ты еще уважай их разделись перед ними она снималась в 90-х годах уже во всякой чепуге ей совершенно все равно кто что скажет кто что будет говорить что она снимается в крохотном эпизоде ей это все равно она играла очень много и плохих фильмов и хороших лент и великих лент мне есть только одна беда непоправимая сказала она мне она хотела иметь ребенка она снималась в фильме главни матерь человеческая и съемки шли осенью и зимой и надо было ступать босыми ногами в ледяную воду и она заболела тогда она простудилась очень сильно ей нужно было плыть в ледяной воде она больше никогда не могла иметь детей картина идет как раз до рождения ребенка и рождения ребенка и как мы снимали этого ребенка господи единственная артистка у которой был такой партнер 14 дней ему было во какой был орел я его хотела взять к себе он мне всю душу вымотал ужас я его должна была купать в молоке молоко подогнали под его тельце температура павильона под его тельце из дома малютки его взяли девчонка 18 летняя от него отказалась вот а потом приехала директриса и говорит что ты такой средний мальчик мы тебя такого выберем знаешь богатыря я говорю лучше этого не бывает я только этого хочу больше никого отвезли в роддом дом малютки мать признала то что у нее нет детей это для нее большое горе и она даже сегодня не стесняясь об этом говорит потому что все было отдано кино все было отдано ролям роли это ее жизнь кино я старалась чтобы у меня ни одна роль не была похожа на другую я искала такой материал и я старалась следовать совету и просто напутствие Ольги Ивановны Пожовой которая говорила нам ищите каждый день себя новой а я пока только на сцене царица а в жизни я Настя простая крестьянка недавно крепостная смеяться над вами будут князь Андрей на бывшей холопке женился она ощущала себя как будто она на небесах потому что было такое огромное количество возможностей сыграть главное что нужно человеку любовь она умела ее играть умела играть и очень тонко и очень глубоко потому ее помнят потому ее любят потому ее фильмы даже очень старые с удовольствием можно смотреть сегодня дело не в количестве лент дело в том что она принесла в кинематограф предельную достоверность и естественность и тончайшее психологическое знание о жизни и о женской судьбе конвойный мне и говорит как мы в арестантской в перерыве сидели это все тебя смотреть ходят придет какой-нибудь мужчина где тут бумага какая-то или еще что я-то вижу что ему не бумага нужна а меня так глазами ест ах артисты а второй а Продолжение следует...